Макроэкономическая статистика В среду состоялось очередное заседание ФРС. Как ожидалось, американский регулятор оставил ставки без изменения. Его представители не сказали ничего существенного о состоянии американской экономики. Фондовые индексы понизились на фоне слабоотчетности фармацевтических компаний Allergan и Pfizer. В четверг особо важных макроэкономических данных в США не было. На фондовых и валютных торговых площадках продолжилось снижение котировок. В пятницу снижение фондового индекса S&P 500 произошло в девятый день подряд впервые за последние 35 лет. Кроме обычной причины в виде повышения политических рисков перед выборами в США, негатива добавили слабые данные по американскому рынку труда за октябрь. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе составило 161 тысячу. Это заметно меньше как сентябрьского показателя в 191 тысячу, так и прогнозов в 175 тысяч. Начало текущей недели было весьма оптимистичным. Индекс доллара США и котировки американских акций заметно выросли в понедельник, благодаря позитивной реакции участников рынка на решение ФБР не возбуждать уголовное дело против кандидатов президента США Хиллари Клинтон. Сами президентские выборы состоятся 8 ноября и станут самым важным событием недели. По мнению инвесторов, победа Дональда Трампа может вызвать продолжение нисходящей коррекции по индексу доллара и фондовым индексам, тогда как победа Хиллари Клинтон будет способствовать их росту. На этой неделе в США будет очень мало значимых макроэкономических данных. Лишь в пятницу выйдет индекс уверенности потребителей за ноябрь, рассчитанный Мичиганским университетом.